Вчера мы купили пакеты пчёл. Сегодня хочу пересадить их сюда. Улей тоже приготовили. Эти здесь, которые были у пчёлы, пакеты пересадили уже. Всё эти два пересадили. Один остался. Вот я приготовил для пересадки ящик, для пересадки пчёл. С этой стороны тоже утеплил. Здесь одна идёт медовая. Вот медовая. Вот так полностью медовая идёт. Дальше и один суш. Поставили суш, чтобы матка могла откладывать эти. Когда мы открываем, желательно, чтобы они все не выскочили, чуть-чуть поднять и джимары чуть-чуть подуть надо. Сейчас они успокоятся. Вот они внутрь сюда ходят. Когда мы закидывали, ну пакеты и собирали, мы эту палку тоже поставили, чтобы они не шатались при перевозке. И ещё вот сверху сюда больше тоже забили. Стряхиваем то, что есть тут. Берём стамеску и вытаскиваем рамки. Осторожно вытаскиваем и переносим сюда. Желательно смотреть, если матка есть или нет. Потом мы можем потерять матку. Это у них кормовая рамка. Здесь нету. Кормовую ставим в соромку. Здесь тоже кормовая есть у нас. Здесь тоже грудь. Окей. Натаскиваем вторую рамку аккуратно. Вот это у нас с расходом идёт. Вот это у нас с расходом. Здесь тоже матки я не нашёл. Тальше кашу. Тальше кашу. ropriас massacrral. Тальше кашу. 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 Вода уже нету. Нет. Сейчас, вот сюда поставим. Сейчас посмотрим секрет. Теперь у нас матка, а вот, вот она матка, вот, вот матка, матку мы нашли, вот, с этой стороны у нас находится матка, и мы сюда поставили сушь, сушь я вот так делаю, ставлю между, ну рядом с маткой, видишь, рядом с маткой, потому что здесь практически откладывать яйца места нету, чтобы он долго не ждал, пока расплод выйдет, я ему как бы ускоряю процесс. Свою кормовую тоже ближе делаем. Чуть-чуть крылосты. Сейчас вот покрываю косичку кормить, да? Сверху под крышник. Сверху стоим. И подушки. Сверху под крышник. Сверху под крышник. Вот здесь у нас по бокам еще пчелы, поле, вот, желательно страхнуть сюда, и потом сверху поставить, закрыть. Вот, подушки поставили, утеплили с этой стороны. С обеих сторон утеплили. Берем подушку. Сверху тоже утеплили. Сверху тоже утеплили. И если расплод остынет, то пчела будет развиваться слабо. А здесь по бокам обеих сторон утеплили. Сверху еще утеплили. В тепле расплод тоже будет хорошо развиваться, и пчела тоже будет развиваться. Потом, когда будем расширять, по бокам подушки уберем и будем ставить тромки. Будем расширять пчелу. Делаем шум. Сверху только расс 나евая жизнь. И снова снега. Делаем, в полной Latino ночи. Продолжение следует...